Друзья, всем привет! Есть несколько отличных новостей. Время идет. Вот сейчас 29 мая. И накопилось много информации, много классных новостей. Я хотел бы хотя бы в двух словах, насколько только это возможно, с вами поделиться. Первая новость. Фильмы, короткометражные, которые я снимал в том году. Они довольно успешно сейчас ходят по фестивалям российским и в том числе уже даже международным. И это фильм «Ангел». Я много раз показывал кадры с него. Это фильм снимали полностью ночью. «Все тебе скажи». И самое интересное, что он был снят вот на этот объектив. Вот именно на этот. Ну, они плюс-минус одинаковые. Вот они. Два дальномерных Юпитера 11-х. И там, где нужно было поближе снять, я снимал вот на эти полкишки. Хорошо, поехали. Эти объективы я уже успел разобрать на канале. Эти точно так же разберу, но пока хватает объективов. И, значит, фильм «Ангел» получил уже приз на международном фестивале в Казани «Зиланд». Если кто в теме, сразу поймет, о чем я. Он получил за оригинальное художественное решение. Как-то так. Я сейчас не буду залазить опять в интернет. За оригинальное художественное решение. Если учитывать, что все это снималось просто на коленках. И на вот советскую дальномерную оптику. Это из 1100 заявок. Это нифига себе, я так скажу. Действительно, во-первых, то, что он вообще попал в финал. Это отличная новость, а это уже победа. И еще и получил дополнительную специальную награду жюри. Это очень приятная новость. Кроме этого, он побывал еще в ряде фестивалей. В каких еще побывает, я не знаю. Но скажу по мере поступления. Уже пошел в онлайн-фестиваль большой в Лондон. Вместе с другим фильмом «Папой». И у него, конечно, история фестивальная довольно серьезная. Уже, по-моему, 5 побед. Там надо посмотреть. Просто как бы новости в реальном времени приходят. И также я хочу сказать, что точно так же фильм «Папа». Который снимался вот только лишь на один единственный объектив. Полтину. Ну, не важно, какой они все одинаковые. Вот они все MC. То есть он полностью был снят, фильм «Папа», на один единственный объектив. На полтину. Ну, там она не 50, там 52. Там по паспорту. Миллиметров не важно. Я к чему клоню. Он тоже онлайн. У него, конечно, не такая мощная фестивальная история. Но у него куска фильма не хватает. Мы просто не смогли снять. Поэтому там не так понятен. Там просто непонятно, почему в фильме все происходит. Понятно, что происходит, но непонятно, почему. Доснимывать кусок фильма с объяснением я уже решил, что не буду. Все, хватит. Я к чему клоню. Это вот советская оптика, фотооптика. Она не имеет, ну, мало общего имеет все-таки с профессиональной кинооптикой. Но, однако, вот, можно же снимать. Можно. Можно получать победы. Можно. Очень интересно выясняется. То есть просто снимайте. Снимайте, снимайте, еще раз снимайте, как сказал Великий. Поэтому я хотел немножко, как бы, поделиться. И, как бы, камера у меня неплохая. В принципе, тоже уже считается старенькой. Это Sony A7 III. Просто без модов. Мочка. Она тоже, там, 2018 года камера считается уже такой, немножко устаревшей. Она, там, не какая-то, там, супер гениальная. Там, 8-битовая камера, там, 4, 2, 0. У нее нет каких-то, там, гениальных. И просто плюшек в ней, плюсов каких-то супер, что она все сделает за тебя. Плюс мануальные объективы, они даже, можно сказать, картинку делают немножко хуже, атмосфернее. Но это не та кристальная картинка, которая дает современные за 100-150 тысяч объективы. То есть я хочу сказать то, что, то, что у меня современная камера, она мне поблажек, в принципе, не дает. Ну, только того, что 4К можно снимать. Какая-никакая стабилизация. Она там очень слабая, из-за того, что матается довольно крупно, все-таки полный кадр. Вот, и эта оптика, она поблажки не дает никакой. Но, эта оптика, она дает свою атмосферную картинку, уникальную. И вот, есть победы. Берите и снимайте. И второй момент, на котором тоже буквально минутку-две, вам удалось меня удивить. Почему? Потому что какое-то время назад мне написали на канале, где же адекватный разбор Гелиуса 44.2. И я такой, как? Его нету? Ну, то есть я его не делал принципиально. Потому что это самый Гелиус 44.2. Самый популярный объектив Советского Союза. Это мое мнение. Я думаю, не только мое. Мне кажется, спорить никто не будет. Это самый популярный объектив. Ни один другой. Там 44М, 44М и цифры. 44.3, 44.2. Самый популярный объектив Советского Союза. Так называемый полтишок. Хотя никакой он не полтишок. 58 мм. И люди говорят, а внятного разбора нет. Я говорю, да как так? Его только о нем все и говорят. О нем говорят все. Все блогеры, все вот эти вот обзорщики. Вот все. Даже разборы есть. Но, как выяснилось, они не такие подробные. Ну что ж. Будем разбирать Гелиус 44.2. Делаем по классике. Отделяем узел геликоида. Как это всегда делаю я. От узла линза блока и диафрагмы. Что нужно сделать? Ну, наверное, вы это знаете. Ну, я очень-очень быстро повторюсь. Мы выставляем кольцо фокуса на бесконечность. Хватаемся за кольцо диафрагмы. Правой рукой. За кольцо фокуса. И крутим вот против часовой. Вот так. И погнали. Выкручиваем полностью весь. Выкручиваем линза блок. И вот у нас отделилось. Тут ничего нету. Хорошо. Тут, где-то там глубже. Это в сторону. Потом будем заниматься, как обычно. Вначале снимаем кольцо наше фокуса. Вот эти винтики. Откручиваем винтики и снимаем кольцо фокуса. Винтики я всегда рекомендую откручивать полностью. Потому что, когда вы будете это промывать, их можно посеять. Они уникальные. Их только донора потрошить. Так их найти очень тяжело. Снимаем кольцо фокуса. Не беспокоимся вообще о положении. Потом будем думать, как его правильно ставить. Вот так. Все, сняли. На мойку. Далее. У нас есть кольцо, которое держит наш хвостовичок. Вот этот. Вот это кольцо. И оно точно так же держится на винтиках. Откручиваем вот эти винтики. Будьте внимательны. Эти винтики меньше первых. Не перепутайте. И теперь нужно снять это кольцо вот так против часовой стрелки. Если руками это не получится сделать, то вот здесь пазы для инструмента. То есть нужно сделать примерно вот так. Закрутить налево. И точно так же дальше. И вот пошло это кольцо. Это кольцо просто по резьбе откручивается. Есть. И у нас оголяется. Здесь тоже можете не беспокоиться. Потом, когда вы это кольцо будете ставить на место, вам нужно будет просто попасть болтиками вот здесь вот. Вот здесь в ямочке для этих болтиков. Я покажу чуть позже, чтобы они совпали. Так, здесь какого-то принципиального закона нет. Просто снимаем и просто надеваем. Теперь просто берем и хвостовичок снимаем. Вот так. Просто взяли и сняли. Вот здесь у нас паз. Запомните его. Он у нас, по нему двигается вот этот болтик. То есть в обратном порядке он точно так же будет пазом на болтик у нас заходить. Все, в сторону. Тоже на мойку. Откручиваем эту часть, чтобы я объяснил вам, как работает геликоид и как правильно его нужно будет вставить. Вот болтики откручиваем. И вот оно просто снимается. Вот у нас дырочки, гнезда под эти болтики. И просто оно очень легко снимается. У нас полностью оголился наш геликоид. Вот мы сейчас выкручиваем вот этот стопорной большой винт. Вон там у нас еще маленький. Вон он в смазке. Выкрутили наш стопорной винт. И теперь вообще не беспокоимся о том, где в каком месте он выскочит. Просто берем и выкручиваем до конца. Все снимаем. Весь узел геликоида у нас разобран. Мы это все будем отправлять на мойку. Бензин, калоша. Итак, все вымыто. Давайте я буду объяснять принцип, как правильно поставить геликоид без всяких меток и всего остального. Если вы поймете принцип, никакие метки вам будут не нужны и вы не запутаетесь. У нас есть два элемента геликоида. Вот кольцо, внутренняя резьба. И вот у нас тоже элемент с резьбой. Здесь мы выкрутили стопорной винт один большой. И здесь у нас маленький. Вот запомните его. Мы его не трогали. Его трогать в принципе не нужно. Только если он поврежден. Ну или вам очень хочется. Если хочется, конечно, выкручивайте. Тут я запретить вам не могу. И еще у нас есть вот эта стеночка. Стеночка вот этого элемента. Вот она. Берем и просто накручиваем вот это кольцо геликоида. Допустим, в любом месте. Мы видим, здесь у нас есть проточка. И вот края. Так вот, край этой заточки, я сейчас покажу, должен стукнуться вот в этот маленький винт. Сейчас будем пробовать. Чтобы вы поняли, что я там ничего себе не пометил, не запоминал. Вот, ищу, ищу, щелка, щелка. Нет, не заходит. Нет, не заходит. Вот, зашел. Все, зацепилось. Начинаем крутить. Вот наша проточка. Вот наш винт. Начинаем крутить. Смотрим, куда оно зайдет. Видим. Стукается. Но стукается слишком далеко. То есть он должен быть, вот этот вот край, вот я пытаюсь показать, он должен, вот это кольцо, максимально плотно вот к этой стеночке. То есть положение по факту будет только одно. Давайте поищем. Где я здесь немножко промазал. Давайте поищем вместе с вами, чтобы вы поняли принцип. Давайте искать. И вот, просто прокручивая назад, вот эти вот щелчки, мы в конечном итоге вышли вот на наше правильное положение. То есть вот оно стукается. И в тот же момент максимально плотно к этой стенке. Если бы не было этого стопорного винта, то оно бы просто уперлось в эту стену. И уже не пошло бы дальше. Просто вот он не позволяет. Он поэтому и называется ограничивающий стопорной винт. Вот такой принцип, он очень простой. И это касается, у всех немного объектива по-разному. Но вот на гелиусах принцип такой, что эти два элемента должны быть максимально близко друг к другу. Но и в тот же момент стопорной винт должен работать и именно ограничивать движение. Все, теперь мы это все смазываем и небольшой слой наносим. Потом оно геликоидом размажется вот туда вот вглубь. Поэтому в основном больше всего стараемся нанести вот здесь вот сначала. Остальное оно уже разгонит. Ну и погнали собирать и искать положение. Так, давайте вначале наживим. Давайте, давайте, ищем положение. Поймали. Вот оно. Максимально плотно. И в тот же момент стуковица. Все. Теперь вкручиваем наш стопорной винт и немножко нужно разогнать. Понятное дело, что нужно будет потом уже, когда кольца будут. Ну, ходит уже легко, кстати. Уже легко ходит. Замечательно. Смазываем. Смазываем мы вот этот паз. Сейчас получше покажу. Вот он. Смазываем вот этот паз. Смазываем все, что здесь трется. Вот эти вот части. И еще смазываем вот здесь. Очень таким небольшим тонким слоем. Я это буду делать прям вот этой ватной палочкой. Немного. Потом лишнее уберем. Не волнуйтесь за это. Все смазали. И теперь ищем паз и болт. Болтик этот можно смазать. Но я сильно хорошо смазал паз. Поэтому не вижу необходимости еще дополнительно болт смазывать. И вот он у нас встал. Что нужно сделать? После мойки, как я и говорил, у нас вот открылись наши гнездышки эти под болты. Вот их не было видно. Вот они открылись. Теперь нам нужно обратно наше затяжное колечко закрутить. Обратно его закрутить. Плотно ставить болтики, наши винтики. И затянуть, чтобы этот хвостовик у нас никуда не делся. Просто будем его брать и накручивать по резьбе. И потом искать вот наши вот эти вот метки. Давайте мы среднее кольцо наше все-таки закрутим. Ну, чтобы было вот это. Ну, чтобы было немножко удобнее все-таки работать. Наши метки. Вот наше кольцо среднее со значениями диафрагмы. И вот здесь у нас, видите, точно так же вот эта ямочка. И вот под болтик. Все становится на свои места. Затянули наши винтики. Все, есть. И теперь наше кольцо. Вот такое колечко, которое будет держать именно вот этот хвостовик. Перед тем, как накрутить. Давайте, чтобы мы там плохо видно, попадает, не попадает. Вот смотрите, я сделал вот здесь маленькую меточку прямо напротив ямочки. Чтобы когда мы накрутили, мы точно поняли, что оно попадает. Именно туда. Потому что я сейчас накрутил, но не видно. Не видно оно просто на резьбе. Или оно вот именно попало гнездом, вот прямо туда, куда нужно. Видите? Вот. Вот я немножко дотянул. Именно прямо до этого места. Вот теперь хвостовик вообще не люфтит ничего. Поставили на это место. Вот я рукой не дотянул. Инструментом дотянул. Поэтому, если у вас вот вы сделали метку и чувствуете, что вот уже все, руками не получается, возьмите инструмент и дотяните это кольцо. И вот оно прижало. Ну просто огонь. Ну и теперь осталось только кольцо фокуса. Я уже много раз объяснял и показывал, как правильно его накрутить. Я думаю, не буду повторяться. Просто объясню правильное положение и все. Берем. Нас вкручиваем вот туда вот. Налево. Максимально до упора. Налево. Все, уперлось. И это у нас будет бесконечность. Теперь ищем нашу красную метку. Вот оно. Ищем значок бесконечности. И начинаем состыковывать у нас по дырочкам. Ищем наши дырочки. Вот мы видим. Вот. И вот. И вот в этом месте оно вот так вот встанет. Вот. Все отлично смазано. Все хорошо крутится. Хвостовик. Ну он и будет люфтить. Но люфтит не так сильно, как люфтил до этого. Он и будет немножко люфтить. Такая уж у гелиусов конструкция. Как бы то ни было, надежно прикручен. И в целом у нас узел геликоида полностью собран. Ну что, занимаемся линзоблоком и диафрагмой. Снимаем колечко. Его не по сети. Довольно сложно найти такое по размеру. Нужен будет донор. По поводу заднего линзоблока. Просто берем его, хватаем пальцами. Если не получается пальцами, то вот пазы для инструмента. Хватаем его ручкой и вот так вот оно все выкручивается. Выкручиваем задний линзоблок. Вот он такой. Выкручиваем передний линзоблок. Вот у нас пазы. Точно так же инструментом. Вот они. Берем и выкручиваем. Сдвинули кольцо. И там уже пальчиками все равно нужно будет его потом протирать финально. Поэтому я сильно за это пока не парюсь. Так. В сторону. И теперь переднюю линзу аккуратно на тряпочку. Внимательно поднимаем. Здесь у нас запоминаем порядок. Здесь выпало у нас все. Передняя линза. Она выпуклым наружу. Это как раз таки вот в основном для тех, кто и задавал вопрос. Передняя наружу. Так ее и кладем вниз. Далее у нас есть прокладочное кольцо. И после него вот у нас спаянная линза. Линзоблок довольно простой. В принципе состав линз. Схема биогон. Она, я не могу сказать, что она очень сложная. Если вам нужно разобрать линзу в заднем линзоблоке. Вот он целиком. Я рекомендую вот здесь. Вот внутреннее колечко. Вот пазы. Вот просто берем его. Выкручиваем инструментом. Ну или чем вы сможете. И аккуратно вытаскиваем. Но если есть такая возможность. Я бы не трогал линзоблоки. И вовнутрь не залазил. Набьется пыли. Это не смертельно. Но как бы то ни было. Далее занимаемся нашей системой предустановки диафрагмы. Что нужно сделать? Нужно выкрутить вот эту часть. Сначала нужно выкрутить у нас винт, который гоняет саму диафрагму. Вот оно. Да, там у меня что-то уже барахлит. Надо разбирать. Ну ладно, будем разбираться. Выкручиваем вот этот вот винт. Теперь нужно выкрутить по резьбе. Нам мешает вот этот ограничивающий болтик. Давайте его точно так же выкрутим. Он стукается. И мешает нам ее выкрутить. Давайте его выкрутим. Чтобы эту часть нам полностью вот так берем. И выкручиваем полностью. Вот он. В сторонку. И теперь у нас вот ничто не мешает выкрутить по резьбе. Берем и выкручиваем. Выкручиваем до конца. Не беспокоимся аккуратно. У меня здесь что-то сейчас выпадет. Вот эти маленькие болтики вообще не трогайте о них. Забудьте. Это чтобы отделить этот элемент от вот этого. Я думаю, что это не нужно сделать. Только если вы понимаете, что оно точно собрано неправильно. Я лишний раз это бы не трогал вообще. Так. У меня что-то выпало. Кажется, я знаю что. Но это чуть позже. Вот у нас наш элемент, который двигает диафрагму в сторону его. Да, здесь конечно у нас натрусило стружки. Вон алюминиевый. Вот что значит, или где-то не смазано, или где-то там притирает. Вот с этим нужно аккуратно. Все-таки тонкий предмет. У нас оптика. Так. Здесь у нас болт. Вот он был у нас выкручен, выпал. Он у нас ограничивает, чтобы вот дальше не шло. Его нужно будет выкрутить. Далее нам нужно снять вот всю эту часть. И вот это кольцо. Посередине оно крепится вот на этот маленький винтик. И точно так же вот по резьбе оно сойдет целиком. Но так как мы должны разобрать с вами подробно, коли мы уже за это беремся, давайте мы снимем вот эту пластинку с этим вот валиком, который щелкает. Вот, вот она щелкает. Давайте ее снимем. То есть, сначала открутим эти наши винтики и ее разберем. Хотя можно открутить только вот здесь. Это даже оставить, который я выкрутил. И полностью выкрутить всю, целиком эту часть. Но мы с вами разбираем подробно. Пластинка. И наш валик. Его просто поддеваем. Здесь система такая же, как в объективе МИР-1. Вот в один, один в один. Как бы это ни звучало. Ну и теперь выкручиваем вот этот маленький винтик, который держит это кольцо. А оно, в свою очередь, держит вот эту штуку. Не дает ей выйти. Оно прижимает ее. Вот. Мы выкручиваем его. И оно у нас по резьбе колечко сходит. И теперь берем наше кольцо. И вот оно сдвинулось. И выкручиваем по резьбе. С нашими этими. Здесь все равно все нужно вымывать. Вот оно идет. Есть. Вот оно, наше колечко. И это все тоже на мойку. Вот эти винтики тоже и не трогайте их. Если только вы точно понимаете, что у вас собрано неправильно, винтики эти не трогайте. Наоборот, затяните их получше. Вот у меня они люфтят. Оно точно так же разделяет. Это, видимо, для того, чтобы была какая-то взаимозаменяемость и ремонт деталей. Вот эти два элемента между собой еще разбираются. Вот благодаря вот этим винтикам. Но нам это пока не нужно. Это в мойку. И у нас остается, в общем-то, одна диафрагма. То же самое она идет полностью на мойку. Целиком. Если вам нужно вытащить диафрагму полностью целиком, вот этот винт держит ее. Но я не рекомендовал бы лишний раз ее трогать. Полностью целиком в стаканчик с бензином все это опускается. И все замечательно очищается. Линзоблок полностью и диафрагма разобраны. Итак, у нас все вымыто. Давайте будем это все собирать, смазывать. Этот у нас можно сразу вкрутить. Который ограничивает. Он свободно у нас вставляется вот так. Ну и вот он не дает сюда дальше. И вот сюда. То есть позиция будет только одна. Здесь можно тонким слоем. Много здесь не надо. Колечко это. Вот так. Теперь просто его вставляем. И вот у нас он будет вот так работать. И теперь сам механизм вот с этими валиками. Точно так же вставляем валик наш. Вот он. Упаковываем. Вот так. И накрываем пластинкой. И теперь осталось только закрутить вот эти два болтика. На камеру это будет очень сложно делать. Поэтому я это сделаю не на камеру. Два одинаковых болтика. Вот этот нужно затянуть ближний край посильнее. Этот сильно не затягивать. Потому что он регулирует натяжение вот этого. Вот этой пластинки. То есть. Ну вот оно. Вот так понятно. То есть. Главное чтобы он не выпал. Но и в тот же момент его до упора сильно затягивать не надо. Иначе будет очень тяжело ходить. Оно будет сильно вот так придавлено. Где-то наполовину можно будет оставить. Закрутили систему. Все ходит хорошо. Но нужно немножко разработать. Хотя вот сейчас вот оно все щелкает. Немножко нужно конечно поработать. Чтобы смазка разошлась. Ну и плюс оно скользкое все-таки. Здесь все смазано. Что теперь нужно? Вот у нас наша дырочка. Здесь есть у нас. Сейчас найдем. Вот наше гнездо. Нужно накрутить. Теперь. И поставить на свое место. Эту резьбу немножко, чуть-чуть смазкой. Едва-едва. Тонким-тонким слоем. И ориентируемся конечно вот на эту красную точку. Прям тонким-тонким слоем размазываем. Здесь нисколько нужна смазка. Нужна она. Нужна для того, чтобы легкий ход был по резьбе. Потому что оно в том числе и немного по резьбе ходит. Будет ходить. Просто размазываем. Вот здесь вот эти части все смазываем. Тонким слоем. Толстый здесь не нужен. И теперь просто берем. Это кольцо у нас спокойно заходит. Вот оно начинает плавно ходить. Теперь, когда есть смазка. И наше колечко теперь накручиваем. Так, все смазки. Сейчас я буду как-то это двигать. Давайте мы его хотя бы вот так вот. Принцип здесь простой. Вы можете придавив вот немножко назад. Эту накручивать ее вместе. Или же вы можете вначале вот это кольцо полностью накрутить. А потом все вот эти ограничители вкрутить. И точно так же эту пластинку вот с тем валиком. Но я это делаю все вместе. И вот у нас начинает. Придерживаю немножко назад. И начинаю ее накручивать. Эту систему вместе. Можно и так и так. На самом деле, какого-то принципа нету. Вот у нас мы уже видим, что оно у нас замечательно ходит. Теперь ищем наше гнездо и вкручиваем туда фиксирующий наш винтик. Если вы путаетесь и не можете потом найти вот эту ямочку, гнездышко это, возьмите напротив нее, черкните полосочку, чтобы когда вот кольцо будет сверху и вы не будете видеть, и вот не попадаете, чувствуете, вы будете знать, что оно 100% должно быть где-то здесь напротив. Вот так вот можно риску черкануть. Ее не будет видно, не волнуйтесь. И вы будете понимать, что вот здесь напротив 100% есть это гнездышко, его нужно будет найти под этот винтик и зафиксировать. Да, смысл здесь простой. Вы докручиваете полностью до упора. И немножко получается назад, чтобы была какая-то свобода хода. И вот здесь у меня совпало. И сразу винтик, вот видите, если он полностью утопился туда глубоко, значит вы правильно. Если он торчит или в уровень, или даже немного выше, значит вы не попали, и он в то гнездо не попал, не ушел туда. Здесь у меня все уже отлично ходит. Все. Очень плавно. И в тот же момент перебора смазки нет. Все работает. Ну и осталось довольно простое. Это точно так же по резьбе вкрутить обойму, которая двигает нашу диафрагму. Точно так же здесь есть красная метка. По ней нужно будет все состыковать, чтобы оно было на правильных значениях. Естественно, вот эту резьбу тоже нужно будет слегка смазать. Если вы, вот запомните, почти на любом мануальном объективе, где есть плавная диафрагма, если она у вас болтается и прям вообще сухая-сухая, значит смазки нет на резьбе. Потому что первый момент, это если нет плавности, если оно со скачками, с какими-то рывками, там засохла смазка. Вот здесь вот вы тонкий слой намазываете, и оно идеально ходит. И тогда вот у вас вот эта идеальная плавная диафрагма, которую вы можете туда-сюда двигать. Оно на Юпитерах, на Миродин такая же тема. То есть, ну, она практически везде, где ходит по резьбе. Вот так. И еще немножко вот здесь. И теперь точно так же начинаем накручивать. И вот оно идеально, плавно так и должно быть. Докручиваем до конца, тоже до упора. Просто вот пока вот до конца не стукнется. Крутим, крутим, крутим. Тут прям до упора. Вот, получается, мы стукнулись до конца. Дальше оно уже не идет. Мы видим здесь красную метку. И начинаем искать на этом кольце точно та же красную метку. Немножко назад. Ищем, 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 ищем. И вот у нас, вот они совпали, красные метки. Теперь, так как мы знаем, у нас здесь видно, что максимально открытая диафрагма 2. Здесь значение у нас 2. И теперь мы ищем, вот, у нас, как раз под винт, который будет именно двигать диафрагму. В конечном итоге мы накрутили это кольцо. Вставляем ограничивающий наш винт. Закручиваем, он не дает уходить туда, вправо. И после этого сразу же здесь у нас будет вот именно винт, который будет физически двигать нашу диафрагму. И в итоге мы смотрим значение 2. 2. Здесь немножко оно свободно и будет, не волнуйтесь. Хорошо. Значение 2. Полностью открыто. Видим. Предустановкой выставляем, допустим, на 4. 4. Начинаем двигать. До 4. Закрылось. Ходит. Ходит. Допустим, 11. 2. 11. 2. 11. Все. Система работает правильно. И теперь оно еще расходится. Выставляем плотненько. Ага. Выставляем на 2. Все. Ограничитель работает. Система предустановки полностью собрана, смазана. И работает отлично. Осталось только воткнуть линзы. Давайте теперь линзоблоки запаковывать. Вначале идет спаянная. Туда ее аккуратно. Очень-очень аккуратно. Так. Встала. Прокладочное колечко. Вот оно. Точно так же туда, вовнутрь. Очень аккуратно. Все. Встала. И теперь переднюю линзу. Так. Встала. Встала. И начинаем. Точно так же наше. Титульное колечко туда накидывать. Вначале можно пальцами. Потом все равно будете чистить. И потом. Очень аккуратно. Инструментом затянуть. И аккуратно затянули инструментом. Вот у нас пазы. Я это делаю не на камеру. Потому что так можно просто воткнуть в линзу. Уж лучше это сделать не на камеру. Тут ничего сложного нет. Ну и теперь просто берем и вкручиваем наш задний линзоблок. И можно затянуть просто пальцами. Все. И здесь у нас готово. Давайте мы выставимся на, допустим, 16. И у нас все очень плавно. Очень плавно оно у нас ходит. Идеально. Осталось только накинуть вестировочное колечко. Вот так легко и просто. И будем пробовать вкручивать наши две части между собой. Где у нас наши шкалы. И нужно теперь вот немножко дотянуть вот эти две метки. Нужно немного это все между собой дотянуть. Возможно я прям сильно не буду дотягивать. Вот так. Ну вот все. Вот оно в уровень. Ну что. Ничего не сместилось. Давайте. Так. Ходит. Отлично. Немножко где-то сейчас там разработается. Все. Ходит отлично. Здесь. Есть. Здесь так и должно быть. Оно там не идеально фиксирует. Ходит. Ходит плавно. Плавно. Очень плавно ходит. 16. Все у нас ходит отлично. Ну и наш геликоид. Точно так же все ходит очень плавно. Немножко туговато. Чуть-чуть. Как для видео специально. Очень такой плавный фокус. Нет. Оно очень легко. Вот я едва-едва касаюсь. Очень легко ходит. Ну что. Несложный объектив. Честно говоря. Я уже их почти щелкаю как орешки. Эти объективы. Единственное. У меня так и нету. В отличном состоянии. Ни одного. Нет. Был один на 4. 4 с плюсом. Но я его подарил. Хочется себе заиметь. Несколько таких. Вообще желательно серебристых. Но они сейчас прям. Прям редкие стали. Хотя бы вот таких вот полосатых. Они прикольные. Да и беломовские я считаю. Они прикольные. Ну что. Осталось сделать небольшие тесты. Толстый. Толстый. Ну естественно. При однослойном просветлении. И при таких поцарапанных линзах. Оно. Контровой свет не выдерживает вообще. Ну это и так понятно. Котики. Диафрагма у нас только 2. Да. Это у нас закатное солнце. Диафрагма только 2. Я приехал из командировки. Бегом бегом доделываю ролик. Ой какой котичек там сидит. Такой испуганный. Ой какой котичек там сидит. Котики. И вот еще котик. Мощистые. Ой какой котик то. Котик. Мелкий. Шипсдик. Иди сюда. Иди ко мне. Мелочь. Все наелся? Безмозговая кошка оставила их. Вообще мозгов нету. Ой ты какой. Следи за ним. Конечно слежу. Что ты как ребенок. Сейчас улетит. Промыли глазки котику. Ой какой пушистый. Аккуратно следи за ним. Да. Он сейчас сиганет. Сейчас прыгнет. Он наверное к своим уже хочет. Какое солнышко. Промыли глазки. Увидел сразу все. Иди сюда. Ой какой крошечек. Ой какое. Это что за чудо? Пушистенький. Ну это не у нас. Так получилось. Давай пачкай мне коголку. Пачкай пачкай тебе можно. Так получилось. Ну как есть. Мне кажется это мой котик. Ты вначале давай его выходим. Кошка как то не желает. Ой 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 куда? Ой их простить. Человеческими. Ты пугай. Иди сюда. Хватай его чтобы он не упал. Иди сюда. Ну. Ну. Пошли. Оу. У нас это. Надо назвать видео. Самыми минишными. Нам и да. Самые милые котики. Самые милые видео на всем ютубе. Ну слушай. А куда их девать? Их надо спасать. Ну что. Давайте сделаем хоть какие то выводы. Если они вообще нужны. Потому что ну все знают. Что такое гелик. Ну действительно это. Как я уже сказал. Это мое мнение. И думаю не только мы это. Самый популярный объектив вообще Советского Союза. Действительно. Давайте. Снимем крышечку. Такие прикольные мне делают. Товарищ. На ТИД принтере распечатывает. Заднюю, переднюю. Состояние у него прям на троечку. Линзы. Сейчас я вам покажу. Кажется что они в порядке. На самом деле нет. Вот в таком состоянии у нас линзы. Вот. Вот здесь отлично видно в каком состоянии линзы. Как я говорю. Состояние на троечку. Ну. Можно ли работать с ним? Конечно можно. Нужно ли его это крученое баке? Нет. Не нужно. Это больше творческий объектив. Можно ли использовать как некую такую сильную вещь? Это закрученное баке. Да. Конечно. Творческой съемки. В кино. Можно. Где нужно создать какую-то мистическую атмосферу. Вот тебе пожалуйста. Берешь гелик. Закручиваешь баке. И погнал. Вот тебе необычная мистическая атмосфера. Естественно нужно там определенный. Чтобы из точек света был правильно. Какие-то были блики на заднем. Вот оно будет эти блики в расфокусе закручивать. Но как рабочий объектив я бы им не пользовался. И пользоваться не буду. И геликами у меня были в неплохом состоянии на твердую четвертку. Это и 4,5 гелик. Я его подарил. Был шикарный КМЗ гелик. Вот такой бежевый. Я им не пользуюсь. И не буду пользоваться. Ну может быть очень редко. Но в тот же момент я себе хочу серебристые. В хорошем состоянии. Хотя бы на четвертку в коллекцию. И вот такие вот белые. Точно так же я бы себе в коллекцию конечно взял. Но это не объектив на каждый день. Это мое мнение. Как бы то ни было. Смысл был в том чтобы разобрать. А не в том чтобы делать обзоры. Снимать. Рассказывать какой он классный. И так далее. Это уже как говорится делайте сами. Мое дело было разобрать. Разбирается он предельно просто как по мне. Действительно ничего сложного в нем нет. Объектив все равно прикольный. Объектив все равно заслуживает какого-то внимания. Попсовый да 100% это попса. Ну и в тот же момент полосатые и серебристые и КМЗ они прикольные. Я бы себе хотел их заиметь. Как уже сказал. Так что пользуйтесь. Снимайте. В любом случае снимайте. В любом случае пользуйтесь. Не смотрите на то что это попса. Не смотрите на то что у него однослойное просветление. И то что он такой достаточно специфичный. Дает специфичное боке. Конечно это не ЛЗ который у меня номер один сейчас. Прабочий объектив. Там и МДФ. Там и многослойное просветление. Там ну блин шикарный объектив. Крайне удобное управление. Здесь конечно это другой объектив. Как бы то ни было спасибо за просмотр. Разбор сделан. Пользоваться в принципе им можно. Работать можно. Дальше будут новые разборы. И новые интересные материалы впереди. Потому что у меня предстоит съемка дипломного фильма. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok